всем привет с вами амри и мы продолжаем прохождение игры medieval династии после релиза сейчас у нас наконец-то настала долгожданная весна и жители вышли погреться наконец-то все цветет и пахнет в этом сезоне мы вплотную займемся посему льна пшеничка созрела сейчас люди будут собирать два поля у нас специально подлен по 100 единиц каждая и какие планы у нас на этот сезон для начала мы сбегаем в гастовию продадим все лишнее заработаем денежек и наймем нескольких жителей у нас есть свободные места домах у нас есть два места для девушек и одно для мужчинки как четыре человека нашей деревне забеременела это с одной стороны хорошо но с другой стороны проблема потому что скоро они уйдут в декрет что там наши животинки гуси пока не размножаются свинки уже полностью размножились прекрасно пусть живут плюс добывают навозик и останок зимнего сезона мы перерабатывали навоз и получили там 170 где-то штук удобрений так что на все поля нам сто процентов хватит также еще ночью у нас было событие и мы прокачали навык охота вашу деревню пришел загадочный человек он утверждает что много знает о дикой природе и может научить вас некоторым новым навыкам за несколько золотых монет давайте спросим об охоте потратим 1000 монет но увеличил навык охоты он учит вас хитростям охоты вы чувствуете что можете сразиться с медведем голыми руками мы потратили 1000 монет но получили 750 очков в навыке охота чтобы нам изучить увеличить добычу да давайте увеличим получаемую добычу до 30 процентов после того как мы избегаем в гастовью продадим все на нем жителей возьмем квесты по выполняем их мы побежим шахту и начнем давать камень и руду после этого я планирую дальше продолжать перестройку наших домов сделать их все каменными было все красиво и благородно ну-ка 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 жители там в аллее у нас выстроились о нифига себе деревья уже цвести начали здесь слива а здесь вишня прикольно вот когда вырастут будет очень красиво и элегантно будет здесь устраивать пикники гулянки по деревьями под небом под луной ночной вот яблоко яшку кушай 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 не буду мешать а барышня что вы тут одна девушка я женат как гопник так повысился мадемуазель не переживайте я женатый человек я не буду вас трогать сад пока рано садить так что выращивание садика мы оставим где-то на конечный геймплей когда у нас будет все прокачано когда появится это верно вот тогда можно будет уже смело садится сейчас что мы делаем сейчас конечно же берем лишние вещи и бежим кастове все продавать продаем обувь и всю одежду зимнюю на тоже с одной стороны продать которая на нас вещи с мой мы с равно себе новый скрафтим так что не проблема перчатки и накидку мы продадим так еще в этом сезоне стоит заняться зелье вареньем кстати да не нужны зелье выносливости и веса так что нужно этим будет тоже заняться на поля у нас есть семена лишнее мы продаем как так все принципе все взяли что нам нужно было да можно смело все продавать побежали в гостове еще налоги заплатить надо эх у нас 1400 монет а налогов на 2800 офигеть что так дорого да что за ставки такие огромные то капец нереально сейчас дорого как-то раньше по-моему налоги были меньше ну что придется платить давайте сразу нашему травнику назначим что он должен добывать в этом сезоне нам нужны что зелье выносливости для этого дуванчик и цикорий подорожник нам пока не нужен у нас его напала так что 50 процентов на цикорий и 50 на дуванчик а зелье мы потом сами сделаем здравствуйте дамочки так парочка из вас мне пойдет куда-нибудь на работу так ну а слишком низкие навыки так что ребят вы мне не подходите извиняйте мадемуазель стоять давайте торговать накидку обувку и перчатки мы продаем вы семена конечно же и у него денег нет а какому сейчас налоги это платить кстати да на кому а кому налоги платить это новый староста что ли ну-ка ну-ка давайте посмотрим или госта ушел из долины учил джурант джурант ну давай здравствуйте вы пришли чтобы оплатить налоги да вот этого должно хватить на весь ежегодный взнос великолепно денежки мои жалко мадам у вас квестик такие дамочки что нужно ей ягода и мясо ну без проблем это достанем так вот такие костики еще тут где-то есть дамочка а дамочки что нужно позже или он а без проблем еще там кости какой то есть а нет это не костик все это были налоги ну тогда что можно возвращаться домой с одной стороны и бежать шахту до принципе да спи все продали хотя еще немножко денежек о этих семян у вас есть на продажу давайте я двину продадим этого у нас 800 монеток всего лишь навсего да уж денежками у нас проблема давайте сначала посмотрим что у нас в управлении все ли нормально все ли хорошо работают никого ни у кого проблем нету так в колодце нет материалов мысли у вас ветер нет что ли а ну наверное все заполнены то что не будем трогать а в амбаре чего не хватает для корма ржаного зерна не хватает да ладно ребят а как так получилось а я наверно не поставил им перерабатывать рожь и давайте удобрение поменьшаем а точно еще на переназначить этих работников амбара на земледельцев точно 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 так сколько у нас три работника амбара нет так не пойдет нужно три работника земледельцев эти трех земледельцев и и только один будет работником бара но все равно много сеять надо так что этим пусть ребята занимаются лучше совсем остальное вроде нормально так что все возвращаемся так у вас точно проблемы да ну да вы неинтересно до парашни мне и все-все а смысл мне возвращаться домой что мне там брать брать там нечего просто сразу шахту бежать в принципе да в баранику пути зайдем и поищем жителей вот мы прибежали в баранику так барышни его предложите так вы неинтересны вот вы интересны а вы охота нет парашня пока что только пока что только это барышнями интересно давайте приглашаем и сразу же давать домик все дадим его семья готова только нужно кого-то назначить у нее ремесло прокачано так куда бы те назначить мадемуазели ну давайте пока в кузницу да пусть пока работает но заняться им нечем костик попробуем взять ну давайте возьмем против а что нужно дядюшки как ему нужно три топора каменных давайте сразу сделаем это потом до него не бегать всего дядюшка вот топор который вам был нужен спасибо но репутация лично не бывает и мы открыли что мы еще открыли швейную лавку да так 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 тревоги сырая осталось чуть-чуть выживание осталось тоже 7 очков и откроется охотничий домик второго уровня сельском хозяйстве на будет жить а жительницу вы сделали складик на будь второго уровня но это не к успеху а в мастерской наконец-то швейная лавка второго уровня только ничего сделать мы здесь не сможем так как у нас нет шерсти но хотя бы у нас увеличится количество рабочих мест ну ночью все этим перестроим а пока нам нужно идти в шахту и добывать руду с камнем ухты вон там виднеется уже наш складик возле шахты сразу же берем кирку железную и начинаем свою добычу у кирки уже осталось 18 процентов прочности болен печально конечно как но надеюсь ее хватит на последний заходик и потом придется нового покупать а пока идем добывать вот говоря из шахте вы прокачали добычу навык добычи отлично его чтобы наложить навык давайте лучше прокачаем единый землей мы уменьшим износ кирок и лопат частного это как раз пригодится надеюсь этот навык тоже распространяется наших жителей и от этого будет огромный плюс а и мы сломали кирку болит эх ладно все равно было подниматься давайте нового возьмем весь у вас еще кирки есть хотя бы каменные к сожалению настолько каменная кирка была ну что ж придется ей пользоваться никуда не деться опять кирку сломали чуть-чуть это осталось эх давайте в управлении поставим этим кузнецам задачу пусть производит уже бронзовые инструменты не хватает материалов даже чего не хватает дерево хватит тратить вот каменное все убираем нафиг делайте бронзовая для этого в кузнецы покупаем что нам бронзовые молотки кирки приспроизводят мотыги и лопаты ну и лапа один от нас хватит нас денег не хватит болезнь что-то я переоценил свои возможности ладно 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 ну ножи не будет производить ладно же пока каменные делаете потом денежки по накопим будете бронзовые назначаем производства и таким образом не будут пока делать 15 процентов каменные серпы 20 процентов метные ножи по 15 процентов полотки с кирками 25 топоры и 10 бронзовые мотыги пока пусть они работают в таком темпе а нам нужно еще одну кирку каменную хотя бы тут чуть-чуть осталось потом просто все собирать и складывать на склад ох еще наконец-то прокачали дровяной сарай 2 уровня до 1 будет бревен завались деревянные скопиньки деревянные столы можем делать и палисад забор но пока рано у нас тем более денежек нет и дерево пока все пойдет на обработку этого домов и того мы по набрали 268 камней 121 медную и 68 оловянной руды принципе неплохой результат но затратили на это дело больше времени чем хотелось бы так как кирка сломалась железная ничего страшного возвращаемся домой и продолжаем нашу перестроечку о заброшенную лагерь заплечная сумка неплохо а где бандиты только интересно но заплечная сумка неплохая цена еще пенишка нашли может еще очень интересненько сможем найти но хотя уже вряд ли да что можно взяли его дальше домой идем денежки мы понаберем с продаж так что все будет зашибись мы как тайные ниндзя морские котики продвигаемся к нашей деревне одни факелы лишь указывают на путь они ко всем бежим 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 туман такой а глянем как они успели там поля нам засеять хоть что-нибудь надеюсь а все уже у костра сидят закончили работать за сранцы рано рабы нет сучу не рабы не рабы граждане и полноправные граждане ребятам все сидят байки рассказывают ну что ребята ты чё такой лысый то лысик только у меня народу то а будет еще больше и больше чем больше тем лучше ладно не буду вас отвлекать граждане сейчас мне нужно кое-что сделать все лишнее скинули на склад ведра у них есть все есть чем нам сейчас заняться надо руду с одной стороны переплавить но мы хотели посмотреть на поля что не успели сделать ну пшеницу не собрали молодцы еще новую посадили ох сколько не тут удобрили капусту ухты и гоня тут капуста овес молодцы нифига не ударными темпами прямо идут горжусь ребята лен пока только вскопали удобрили но че не садили ладно ладно ребят работайте не буду отвлекать так что мне сейчас надо сделать так для начала давайте перестроим все дровяные сараи и повысим их до второго уровня до этим мы и будем сейчас заниматься а хотя может сначала руду переплавить точно точно давайте сначала руду переплавим ровно рабочий день закончился а так хотя бы у наших жителей будет на следующий сезон ой на следующий день работа ухты нифига у нас перегруз огромный ох да она почти переносить эх благо кузница недалеко от склада так что потихоньку справимся и начинаем плавить и он наконец-то мы роду переработали ой и даже прокачали навык ремесла молодцы и того у нас получилось 34 бронзовых и 26 медных слитков ага мы сюда скидывали ну ладно дальше продолжим саскидывать вне относительно склад пойдет сойдет ничего страшного сейчас берем что молоточек и переделаем древянные сарайчики давайте сделаем бронзу лучше молоток а то с деревянными постоянно носиться неохота еще раз блокировали охотничий домик ну блин ужас охотничий домик еще раз блокировали ну встроить много чего надо короче в этом сезоне займемся просто стройкой так ремесло прокачать чтобы только прокачать прочность молотков ну давайте выкачать прочность молотков почему бы нет только нам все равно заниматься в больших объемах так что займемся этим и молоточки приматка давайте хотя бы два да и пойдем строить охрана было еще с тобой топор взять всякий случай вдруг понадобится бревна срубать ну блин уже поздно ладно идем это внутренний сарайчик вот здесь и голодок леса порубили все посрубали в бедный лесоруб кто-то старе о бревно фига тут пень такой огромный бедный лесоруб остался без леса ничего ничего а где-то внутренний сарай 2 уровня вот он его перестраиваем его готова прекрасно и рабочих сразу же туда назначаем но пока только одного конечно их нужно больше домов его больше надо делать короче сейчас на все расширять сначала дома утеплить потом новые строить до делов дофигище просто так еще один дровной сарайчик улучшаем где он там вот его готова и третий дровной сарайчик он находится у нас в нашей лесной выемки и у нас все будут 2 уровня дровной сарайчики ну по идее шестерых рабочих на вполне хватит ну только их сначала конечно нанять надо так что-нибудь еще можем улучшить ну вроде пока нет а эту надо точно улучшить как его называется швейная лавка и охотничий домик точно уже охотничий домик еще прокачали давайте сразу лучшего воду 2 уровня вот охота охотничий домик 2 уровня и охотничий домик 2 сделан и что у нас тут появилась сушилка можем сушить мясо и рыбку прекрасно дольше будет храниться остальное в принципе осталось тем же самым ну может еще сундучок побольше стал и все но конечно бремя просто дофигища нужно охотничий домик 2 уровня прикольно так выглядит ну-ка сколько сейчас там мест так 4 место ого-го нифига неплохо 4 охотника так ребята возвращайтесь на работу два охотника есть и теперь в сарайчики над дровяные так у нас еще четвертый из дровяной сарай ухты может его убрать вообще в принципе он нам не нужен давайте его уберем наверное места у нас все равно есть а построить новый не так уж и долго только осталось найти этот тревожный сарай первого уровня и он там находится так раз два три здесь наверное вот этот а мы дальний давайте его снесем а мы нашли тебя первого уровня до сносим его просто вот и все был домик и нету домика теперь строим что дома так нам нужны новые дома и побольше жителей работа у нас будет очень много еще на не спит ну-ка ну-ка что зачем а это не моя жена а чё на не спит так 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 здесь наверно улицу продолжаем может простые дома уже делать для наших жителей ну как-то слишком затратно давайте лучше маленькие ничего страшно пусть живут маленьких домах здесь улицу продолжим туда пойдет и сделаем его сразу каменную вот еще один каменный домик доделали нашей деревне сейчас застроим следующий все наконец-то сделали еще один домик теперь у нас деревне еще на 4 жителей может быть больше вот улица у нас расширяется продлевается туда дальше пойдем здесь не знаю пока место оставляю можно поинтереснее сразу смогу воткнуть может это какого называется пристаньку не сделаю я жители смогут посидеть посмотреть на речку поупивать что-то в этом духе пока не знаю так жители все идут на работу молодцы ребята а нам что нужно взять нужно взять нам 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 нужно взять лишние вещи сбегать денег у и продать а потом от денег избегаем в леснику и там как раз купим железную этот мотыгу чтобы всегда у нас была железная мотыга о не мотыга кирка да вот и к зачем нам эти все лишнее возьмем продадим и купим кирку а еще сейчас сразу забежим этот как он называется этот хижина травника и сделаем себе зелий и готов цикория на вот набрали деле выносливости нам нужны так 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 что флакончик еще надо а я флаконов мало как так мы сейчас делаем доски есть так флакончиков надо сделать и ведра с водой взять отлично хотя мы вроде там а мы же оставляли там флаконы точно и же не травника точно точно я забыл акте кори ему по моему хватит им собирать уже дофигища цикория давайте лучше на дувальчик перенесись не знаю процентов в 30 на цикоре оставь все остальное на дувальчик так надеюсь ведра с водой там остались ладно у собой еще одну возьмем на всякий случай подвиньтесь и давайте сделаем зелье выносливости меньше времени будем тратить на эти перебежки дурацкие и он так стол травника что там надо зелье выносливости 5 цикория 5 дувальчика и ведра с водой пожалуйста на все а нельзя массово делать а смысле а флакончики точно я думаю что за фигня вот у меня здесь же флакончики как-то так ну-ка мы всего лишь три зелья плата одувальчиков не хватает насколько я понимаю ну печально ну ладно потом наши рабочие докинут на дополнительных травочек и мы заживем то сейчас делаем сейчас бежим денег у все продаем нанимаем 6 и потом бежим в лес нику там нанимаем жителей и покупаем кирку так ну-ка ну-ка выпьем сразу же или выносливости ну-ка ну-ка давайте вот так деника выпиваем зелье выносливости его и побежали у нас очень медленно катится что не может не радовать эх на баса барбалет взять на всякий случай только разбойники ну ладно ничего не поделаешь разбежим что уже не возвращаться же а ей бандиты как тоже знал что они здесь окажутся прям по дороге важно ребят я вас запомнил я к вам вернусь не переживайте ночью я к вам наведаюсь ну хорош за мной гнаться я же быстрее вас бегаю отвалите ребята его наконец-то прибежали барышня стоять давайте поторгуем умочку продаем и все остальное лишь 1000 монет выручили их маловато но ничего не поделаешь до свидания ребята за мной погнались дамы и господа здравствуйте не интересно не интересно а вы интересно я приглашаю вас и куда вас тревога сарайчик до дровой сарайчики и телесоруба так и теперь бежим в леснику так все у нас деле закончилось их еще одно пить что ли быстро кончается нужно побольше и делать новое выпиваем бежим дальше мне все-таки классная вещь изделие выносливости мы почти добежали до лесники от денег и за один присест так что вещь достаточно хорошая их но постоянно тратить придется надеюсь хоть здесь жители будет нормально здравствуйте дамы и господа при сельскохозяйство отлично так вы не интересны а вы гражданин ремесло ладно у вас тоже на ему так уж и быть барышня вы тоже к нам идете и назначаем вам дома у нас три ремесло куда бы тебя назначить а я же не лучше еще швейную лавку так 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 ладно пока пока иди в этот дровой сарайчик потом переназначим и гражданин или барышня а это барышня да у вас три сельскохозяйства а еще три ремесло ну пока тоже некуда у нас назначить понять я нанял а куда вас делать-то непонятно 1 иди пока хижин охотника что ли или тоже дрына стирай это районный сараиде древесину добывайте мне гражданин с вас я потребую верку и железную спасибо за торговлю и пора возвращаться так 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 бежим домой дальше перестраивать наши дома о нашли к почки какие-то с рудой железный причем неплохо и чтобы немного но хоть что-то и у нас последняя баночка выносливости выпито но надеюсь мы успеем добежать по идее должны да так что просто бежим не обращаем ни на кого внимание граждане граждане отвалите отвалите я просто бегу и атлет не трогайте меня да не менее догонит даже такой-то волосливости у меня никто не догоняет почти добежали до дома но зелье волосливости все-таки закончилась в принципе с такое расстояние приличное так что зелье выносливости показывает себя с лучшей стороны нужно постоянных краппить чтобы было ой гражданин идет к нам домой наши рабочие лесоруб наши рабочие лесоруб трата там наконец-то прибыли так что нам нужно все поскидать и поскидывать на складик и что начать перестройку начнешь со швейные лавки наверно до перестраивать да так и сделаем бревен конечно не так уж много с досками но по идее должно хватить он где-то у нас швейная лавка вот швейная лавка второго уровня полик извиняюсь гражданин вам придется немножко потерпеть но похоже вы немножко залагали извиняйте господин сейчас все исправим достроим все будет зашибись ухты бревен не хватает офигеть да тут дофиге еще их понадобится тадам наконец-то строили швейную лавку это кривовастенько немножко конька такая интересненькая и почему-то здесь две таблички висит одна здесь и она вот здесь и вывески странно конечно ладно такие назначаем сюда рабочего стоп а почему только один рабочий дом больше будет раз повысили уровень печалька как пятый уровень отлично перемесла офигеть давай швею будешь а ты был швеей все остальные работают доработают ухты учет у вас сундучок 100 килограмм прелочка и все то же самое осталось просто покрасившись сделали ну прикольно прикольно тверк открывайся их ресурсов у нас не осталось дефицит ресурсов так и чем бы нам заняться по идее на выполнить квесты в гастовии как старые тряпки кожа и лен плюс ягоды и мясо мясо и кожа у нас по-любому есть лен сомневаюсь и что ли он мы сможем купить но кожу с собой возьмем и мясо и сдадим квесты как раз потом сбегаем соседнюю деревню и поищем жители еще как раз обувку нам накрафтили то продать так что можем себе позволить у нас мясо просто дофигища ну-ка что там охотники делают а я за барин это ну-ка стоп мне задача остались ух этого задача тоже исчезли когда я перестраивал но нет все таки остались так мясо 10 процентов нисколько не добывают двадцать одно мясо в день в принципе нормально как-то добывают давайте еще уменьшим что ли просто мясо дофигища до 5 процентов уменьшим и повысим кожу добычу ну как бы так так мясо взяли кожу взяли ботиночки на продажу взяли а все недостающие там ягодки или он купил деревня так другие граждане появилась да нет не особо алка жалко ну нам нужна ягодка и и и и лед 3 ягодки да и 2 льна отлично гражданин о башке забирайте ягод и сельном отдавайте как у гражданина ягодок нет странно пробовал спросить у повара у повара есть отлично до свидания осталось только сдать эти квесты барышням здорово выбирайте все репутацию подняли и еще один делать гражданин армии тряпками барышням и вам отдали поломенная шляпа и шерстяная нить ну тоже неплохо чем бы нет корова корова хочу коровку 3600 ухты а чё так дешево а ну смысле дешево не оторванется нормальница не дешево не дешево когда там у нас откроется то этот как он называется где конюшня 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 ну еще 700 опыта блин дофигища ну ничего не поделаешь бежим теперь борова спросим если там жители которые пойдут к нам работать конечно любой житель она пойдет работать главное чтобы был хороший опытный с хорошими навыками она отправление в борово мы заканчиваем пятнадцатую серию прохождение игры медиевал династии за эту серию мы успели заплатить немало налогов поковырялись шахте а также улучшили дровяные сараи хижину охотника и швейную лавку до вторых уровней плюс увеличили вместимость нашей деревни и по выполняли побочные квесты следующей серии нас ожидают продолжение глобальной перестройки домов а также мы впервые напьемся а какие пьяные похождения нас ожидают вы сможете увидеть следующей серии но с вами был лаври всем спасибо за просмотр до скорых встреч